Красноярская краевая специальная библиотека представляет Виртуальную выставку к 195-летию со дня рождения Александра Ильича Скребицкого, основоположника отечественной тифлопедагогики. Цель педагогики слепых та же, что и педагогики зрячих. Гармоническое развитие умственных, нравственных и физических способностей и сил ученика. Александр Ильич Скребицкий Врач-окулист и писатель Александр Ильич родился 2 мая 1827 года в польском городе Белосток. Там же учился в гимназии. В 1849 году окончил юридический курс в Санкт-Петербургском университете, но с юношеских лет чувствовал склонность к занятиям медициной. Поэтому в 1853 году поступил вольнослушателем на медицинский факультет Дербцкого университета. В 1859 году, защитив диссертацию, получил степень доктора медицины. Больше всего Скребицкого интересовала офтальмология. Ему посчастливилось совершенствовать свои знания у самых знаменитых европейских окулистов того времени – Германа Гельмгольца, Франца Корнелиуса Дондерса и Альбрехта фон Грефе. Вернувшись на родину, Александр Ильич открыл глазную лечебницу в Санкт-Петербурге и стал заниматься врачебной практикой. Финансовая независимость позволяла ему сочетать профессиональные обязанности с научно-исследовательской и общественной деятельностью. Позже ученому пригодилось и юридическое образование, когда великая княгиня Елена Павловна предложила Скребицкому обработать материалы редакционных комиссий по подготовке крестьянской реформы 1861 года. В результате получился фундаментальный труд – «Крестьянское дело в царствовании императора Александра II», являющийся подробным историческим комментарием ко всем статьям положения 19 февраля 1861 года. В 1871 году книга была удостоена Петербургской академией наук премии графа Уварова. На основе своих наблюдений Скребицкий доказал, что в России больше слепых, чем в любой европейской стране, из-за тяжелейших социальных условий жизни народа и отсутствия медицинского обслуживания. Результаты этих исследований были опубликованы им в своих работах, которые вызвали большой общественный резонанс. Александр Ильич поставил вопрос о необходимости создания глазных лечебниц не только в больших городах, но и в деревнях. Необходимо было сделать врачебную помощь общедоступной для населения, как по времени, так и по расстоянию. Были созданы летучие отряды врачей на короткие сроки, появляющиеся в разных местностях России. Во время своих зарубежных поездок Скребицкий обращал внимание не только на устройство школ для слепых, но и на печатание рельефом. К этому его побудили недостатки изданий, осуществляемых Санкт-Петербургским институтом для слепых человеколюбивого общества. Тогда Скребицкий решил создать собственный вариант рельефно-линейного шрифта, более удобный для восприятия осязанием. В 1886 году Александр Ильич издал книгу «Создатель методов обучения слепых» Валентин Гаюи в Петербурге, посвященную деятельности французского педагога, организовавшего в 1807 году первое училище для слепых детей в России. Взгляды Скребицкого на просвещение незрячих получили отражение в его труде «Воспитание и образование слепых и их презрение на Западе». Много внимания в этой книге было посвящено проблемам книгопечатания для слепых. Свою основную задачу Скребицкий видел в том, чтобы рассеять распространенные предрассудки о неспособности слепых к развитию и труду, помочь тифлопедагогам и родителям в обучении и воспитании незрячих детей. Одним из таких предрассудков было мнение, что чтение не представляет для слепых никакой практической пользы. Скребицкий указывал на исключительную роль самостоятельного чтения книг в жизни незрячих. Александр Ильич доказывал, что у слепых также наблюдается жажда знания и умственных интересов, и далеко не каждый из них довольствуется чужим чтением, если даже и найдутся услужливые люди. Вот почему необходимо обратить внимание на удовлетворение этой насущной потребности незрячих путем издания рельефных книг типографским способом. Александр Ильич тщательно следил и за организацией библиотек для слепых в Европе. Он приводил сведения о развитии таких библиотек, их правилах пользования, особо отмечая случаи организации летучих библиотек для слепых, то есть библиотек, посылающих книги по заочному абонементу. Ученый указывал на выгоды, сопряженные с организацией библиотечного обслуживания незрячих. Он писал, что слепые имеют выбор между изданиями, им не нужно тратиться на приобретение их, они не загромождают их скромных квартир, книги не пропадают бесполезно после смерти их владельца, оказываясь ненужными зрячим. В 1900 году Скребицкий сам пожертвовал библиотеке Румянцевского музея значительную часть собранных им книг и очень придирчиво следил за их хранением и использованием. Скончался Александр Ильич Скребицкий в сентябре 1915 года, но его прогрессивные идеи получили дальнейшее развитие в отечественной тифлопедагогике. В фонде Красноярской краевой специальной библиотеки имеется книга Александра Ильича Скребицкого «Воспитание и образование слепых и их презрение на Западе» укрупненным шрифтом в плоскопечатном формате. И книга «Создатель методов обучения слепых» Валентин Гаюи в Петербурге в аудиоформате на флеш-карте и кассетах. Над виртуальной выставкой работали Светлана Мальчихина, Константин Кивачук, Татьяна Хатько, Мария Абазюк, Александр Румянцев. Ответственный за выпуск Ольга Офицерова. Красноярск, 2022 год.